Магомед, у кого ожидал увидеть сегодня? Ну вот я Данковского боя хотел посмотреть, да? Вот он проиграл, кстати. Сарнавского, Сарнавского. Сейчас делится, да, прямо? Да, вот я как раз пропускаю сейчас бои, которые хотел посмотреть. Сарнавского хотел, ой! Сарнавского хотел, ой! Так, я вот прям, ой! Какой смойки размину у них, эй! Пошалеееет! Пошалееет! Вот же, я же не просто так отвлекся туда! Ай-эй! Добивает! Добивает Сарнавский! А теперь он Тигр. Оправдывает свое прозвище. Сарнавский отправляет нокаут своего оппонента сидеть на сетке сейчас. Вот так кричит, как Тигр. Видите, как я почувствовал этот момент. Окей, вот и Сарнавского посмотреть. А Шлеменко ожидал увидеть в углу Сарнавского? Шлеменко там, да? Нет, вроде его нет. Вроде не говорили. Ну, нет, я об этом не думал. Но у вас потенциальность вещь очередная состоялась в углу Сарнавского? Ну, так-то у нас проблем с этим нету, как бы. Когда хотим, можем встретиться. Никто ни от кого не прячется. А как думаешь, продолжил ты его располагать к себе? Ты говорил в пресс-конференции? Я же продолжаю. Я же продолжаю. Я же даже не Саша, а Сашенька. Сашенька. Следующим оппонентом для Гаджимрада кого видишь в Лиге Исей? Блин, ну, уже ему, по-моему, тут надо уже титульные противостояния, но уже нет. Он очень хорошо. У него серия из... Там хорошие вон... В рейтинге, да? Хороших номеров он отключил, да? На хорошем счету был. И на серии из побед был. Скажи, как зовут, бразильца? Вот сегодня дрался. Короче... Забыл его. Сильверио, да, по-моему? Что-то такое. Ладно, да это вырежьте. Вырежьте этого. Если что я сказал, если я назвал его имя. Короче, Ажи Мурат выбил, так сказать, из строчек. Бойцов и строчек выше, чем он. Да, и... Серия у него сейчас... Из нескольких боев. То есть, после поражения... После поражения... Скажи чемпиона... Багаев. Вот. Сейчас он провел хорошую работу. И, я думаю, уже пора ему дать титул. Уже пора уже за титул покусаться. Мурат, а что из гласных беток сейчас заметил? Ну, поэтому же я в очках был на пресс-конференции с Сашей. Нет, все нормально. Я поэтому был в очках, но не проходит. Немножечко долго так затянулось. Я продул, походу. Ячмень, да, он у меня вышел. Вроде бы ушел, но вот эта точка осталась. Уже не стала. Я сейчас здесь тоже в очках ходить. Думаю, что ты мужчина. Угу. А с момента пресс-конференции улучшилось состояние? А? А с момента пресс-конференции улучшилось состояние? Ну да, уже лучше мне. Гораздо. Гораздо лучше. Как-то же я гидал на одну из главных. У нас здесь сегодняшний день переносит его с Никулиной. Перенос будет, да? В июле. С чем связан? С чем связан? Какие-то проблемы у Никулина с документацией? У Никулина? У Никулина с болтологией просто проблемы. Окей. Ну ладно. А то он... Окей. Окей. Ну на какое отложили? В 8-ю. В 8-ю. А что, до сих пор с документами проблем не было, а? Нормально боксировал, а тут вот с документами... Типа грозная ошибка. Ну, меня-то не проведешь. Меня-то не проведешь! Ну, окей. Ну, не как я могу отреагировать. Окей. Пусть подготовили. Лучше. У Никулина появилась возможность подготовиться к этому противостоянию. Лучше. Ну, жаль, конечно, и у Ива появилась эта возможность. Почему это вызывает смех? Слушай, у меня смех... А вообще... А вообще, ты почему смеешься? Я же это спросил. Вообще, я... Ну, не знаю, да? Когда вот о Никулине говори, меня она хохачивает, пробивает. Хочется, да. С меня за тебя еще сдерживаю себя там. Сейчас она отойдет. АААААА. Кричал. Ха-ха-хаа. Recaltro. Ну, когда... Кد... Ну, как вам объясню. Бывает, солдат, да? Да. А будет, ребёнок. И когда вот ребёнок на солдата что-то газует, как бывает. ХАХА. Ха-ха-ха. Смешно. так же я смеюсь он пытается что-то там я не знаю что-то разогнать какую-то тему там и смотри там следующий типа туда-сюда пару отсутки шапала хавой порешают пакетчатах мы попарку по затылкам получить со мной чуть не угадал мухаммада как вам кажется не пожалел вообще меняю что согласился на бой с никульным учитывая все вот эти обстоятельства он смотри из моего опять же таки смотри да и ну и чё тоже дайте исходить из другой ситуации допустим новичок вот сейчас бросает не вызов не говорю ездите на очень новичком порешаешь вопрос но так окей новичок уже так не подходит для никулина да он провел противостояние с чемпионом fight night с дмитрием бекрёвым дрался с хочу трянов там это серьезные спортсмены на самом деле и он отбоксировал с ними и ладно здесь бекрёвым у него ничья хотя он мне показался немножечко лучше в этом противостояние окей так то он мешок так на всякий случай вот но в сбег ром как бы он показался мне немножечко лучше это для твоего заголовка окей смотри новичок да ну грубо говоря новичок мне предлагают 15 миллионов чтоб я накидал новичку да по почему нет почему бы не подождать еще да это не какой-то если в твоем понимании нет еще это супер конкурентное противостояние и тебе предлагают такие деньги например да там 15 миллионов почему нет да и подождать можно это для него как ну как спарринг должно пройти это как спарринг знаешь но если если никулин с ним упрется вот в этом но боксерском как бы всем это нереально не казалось если никулин с ним упрется в этом боксерском матче то это очень сильно ударит по статусу владимира меня как такого знаете мощного такого хорошего профессионала поэтому статуса ударит что никулин уже подобрался к его уровню до получается то есть так недалеко он располагался что даже никулин как бы подобрался уже уже ты как не эксперт с дивана вот емелянин кататься конкурентное противостояние нет сейчас считаю что нет вот он тигр сармлевский оправдывает свое прозвище вот если я написал вот так иди гаар вот так но это не просто поиграл я реально к тебе ты чего на ту ничем не вали ты что полушат да ты что уже ты готов к следующему Посмотрим. Посмотрим, что дальше. Я уже забираю. Давай совместное обращение к Александру Шлеменко нам сделать. К Саше. Это будет крутой бой. Самое главное, чтобы все без травм подошли. И я думаю, что российские зрители, да не только российские, все СНГ, все ждут этого боя. Это противостояние. Так что я думаю, это будет крутой бой. Мега крутой бой. Так что ждем его с нетерпением. Адрюши, поздравляю. Спасибо. Ты большой молодец. Что там это конкурентное противостояние, неконкурентное противостояние? На данный момент неконкурентное. На данный момент. Но если Саша... Ну давайте так возьмем. 50% он себя приведет в порядок. 50-60%. Сейчас не могу сказать, что это так. Вот прямо сейчас он так выглядит. Если он приведет себя в порядок, то там тоже дацуку придется совсем так сказать. непросто. Ну, исходя из противостояния Саши, последних, да, он не видит удара. Да, он немножечко пропускает. Опять же, возьмем таких бойцов, да, там... Ну не в обиду давай Тарасову сказано, да, не в обиду. Ну Тарасов, да, его доставал. Монсон доставал. Монсон доставал. Ну, Монсон, ладно, да. Монсон, ладно. Хотя я тоже думал, да. Старина. Старина Монсон, да, и правда. Монсон, ну, опять же таки, это уже какая-то проблема с Сашиной получается. Он пропускает, не видит удары. А если дацик пушканет, да, там будь здоров, свет потухнет в глазах. Но, скорее всего, если он так же будет не видеть удары, дацик уже такой чуть вперед идет, руками машет, да, так размашется. Это вопрос спортивной дисциплины, да, если так его характеризовать? Да, да, да. Мы исходим из дисциплины Саши, да. А что у тебя конкретно известно о его состоянии? Ничего конкретно мне не известно. Просто я, так же, как и все люди, вот вижу его на какой-то пресс-конференции, на подписании каком-то, да, что-то вижу я, как он выглядит. Опять же таки делаем сами предположительные какие-то свои выводы. Не то, что мы конкретно, я там знаю, что с ним происходит, что он делает. Вот это тоже серьезный боец, вот это серьезный боец, серьезный боец М1, который сейчас... Пупы М1, короче. Чего, когда сматку сделает? А дождите, гадите. Сматку когда сделает? У меня как раз пару вопросов. Чего за вопрос? А чего нет скажу? Почему нет? А чем плохого? Я говорю, чисто булок приходит туда бить, чисто булок. Ну и все, зарабатывает бабки. Он на другом. Я сейчас последний бой на одной ноге провел, братан вышел. Вот как у тебя травма, и она на одной ноге вышла. Ну я точно не знаю. Я тебе говорю, брат, травмирован за летание Магомеда. Чисто, телевизионная студия Магомеда из моего продолжает работать. Давно, слушай, давно двигается он, я давно знаю его, как бы, ну, как хорошего спортсмена, очень просто. Когда я увидел тебя на М1, я немножко был удивлен. Да, а чего нет? Я говорю, серьезный боец, надо правильные вещи тоже объяснять. Скажи, они там мать, не мать, вот это трогают, пускай там будут нормальные пацаны. Так что залетай, ждем тебя. Воспитательный процесс. Все, давай, залетай, ждем. А ты, кстати, помнится, один день думал Саше помочь, предлагал помочь. Это, по-моему, лучшее ваше интервью, да? Это лучшее, лучшее. За это было лучшее. Телевизионная студия Магомеда из моего. Сейчас Джонни Джонс будет пробегать. Джонни его. Нет, он из-под земли появляется. Ну, вообще, да, понимаешь? Хорошее интервью я вам скажу. Что насчет воспитательных целей? По деньгам там, что там вам идет. А у тебя на сбе уже приехали? Слушай, у меня один договор с вами. Вот сейчас я заключаю сразу. Вот это неожиданно, вот это. Ставки на спорт. Давайте вот сюда не пусть. Не появляется в моих интервью, хорошо? Я все время на это натыкаюсь. Слушай, это за счет, за счет меня бывает и неправильно. Идет интервью, я что-то хочу уже сказать. Что-то, что человеку внимание, вот, приковано человеку внимание. И там, ставки на спорт. А ставки, это чан-да сразу говорю. Это серьезная чан-да. Вот это все, кто вам предлагает ставки, тоже чан-душные. Блин, я думал, ты кемщиком заделался процент, захотел. Не обессудьте. Не обессудьте. Это актуально или нет? Нет, я не слышал. Если Александр сам себе не поможет, никто ему не поможет. Тут, опять же таки, мы делали предположительные выводы раньше. Почему там, например, ну если его старший брат не справился с ним. Там много еще кто людей пытался, тоже не справились. Я тем более не справлюсь. Нет, я когда Азамат пытался, я вот старался поддержать Азамата как могу. Вот. Если это нужно было бы, я бы поддержал. Мухаммад, уже обсуждали сейчас Вячеслава Дацика. Я просто вспоминаю последний бой, когда он выиграл. Сразу после этого Камил Гаджиев сделал такой вывод. Он сказал, что по правилам бокса у вас против Дацика шансов не особо много и он бы поставил на Дацика. Камил Гаджиев сказал, что шансов нет у меня против Александра Емельяненко тоже, понимаешь? Вот он сказал, что у меня есть шансы с Минеевым, и там не получилось, видишь? Его прогнозы вообще, если он говорит, что у меня нет шансов, я радуюсь. Я думаю, а сяо, да, боец, значит я выиграю. Ну, окей, это Камила мнение, да, его сугубо. Я тоже могу сказать, да, сейчас там, например, что, думаю, что, например, да, что у кого-то там нет шансов. Но, опять же таки, это мое мнение, там бой покажет, есть шансы, нету и так далее. Вот, это возможно, он хочет увидеть это, это событие, да, и пытается вот таким образом сообразить его. Типа говорит, у маги нет шансов подкинуть меня, а я такой, у меня нет шансов. Я сейчас там, эй, Даций, кто, где его? Ну, я так не двигаюсь сейчас, понимаешь? Ну, нет шансов, окей, это его мнение. Пусть заплатит мне 50 миллионов, например. Мы выйдем и проверим это, эту ситуацию. 50 миллионов. Ну, да. Камилу, чисто, по-свойски за полтинник можно. Это со скидкой. Это со скидкой, да? Так, окей, что там, все, порешали вопрос, да? Все, вопрос закончен. Спасибо, с вами было очень интересно. У кого, у тебя еще есть, у кого, опустишься. Спасибо большое. Адуши, спасибо вам.